Добрый вечер! На первый взгляд такая сложная тема. Как связаны православие и культура? Это возделание почвы. Она пришла к нам из I-II века до н.э. Один из римских философов это определил в связи с земледелием. Но потом она плавно перекочевала на понятие человеческого естества, когда человек, занимаясь различными своими деланиями, он производит красивые предметы, красивые картины, красивые словосочетания в виде поэзии или каких-то других творческих моментов, или песнопения, или музыку. Красота в различных формах проистекает, но верх красоты – это, конечно же, творение Божие и сам Господь. И мы здесь видим такое движение от красоты земной, от человеческой красоты к божественной красоте, которая является для нас, собственно, целью всей нашей жизни. И это заложено в нашем естестве. То есть мы духом божественным призваны к тому, чтобы достигнуть красоты вечной. От частных случаев, от красоты изменчивой. Ну, например, когда смотрим мы на закат или на восход солнца, очень красиво, оно быстро проходит, меняется и исчезает. Вот в этом мире любая красота, она исчезающая. А в вечности красота божественная природы, она уже не исчезает никогда и будет, естественно, сопровождать всю жизнь человеческой вечности. Как и ангельские чины, как и творение Божие, как и весь новый мир, который Господь устроит. Но если брать начало этого мира, мы помним, что Господь сотворил здесь рай с красотами и с птичьим гомоном красивым и прочими моментами, поместил в него человека для того, чтобы он культурно возрастал. Через красоты наблюдения и сопричастность с этими красотами божественных творений человек культурно усовершенствовался. Поэтому культура, она в различных, так сказать, формах деятельности человека присутствует. Это история, это и поэзия, это и психология, потому что красиво вести себя – это тоже культура. Культура речи, культура образов, культура иконописи, потому что различные есть школы иконописи и так далее. Мы культуру видим во многих. Даже есть такая наука – культурология, которая также занимается этим. И мы, можно сказать, призваны к тому, чтобы быть культурными. Но культура, конечно же, сейчас подвергается таким очень мощным нападкам и коверканью, и часто под культурой понимается полной бескультуре. Вот это, к сожалению, вот эти все модные моменты таких трендов, которые нам пытаются привить средства массовой информации очень часто, они совершенно бескультурными становятся, хотя выдаются за новые такие вот культурные веяния. На самом деле это деградация. Есть, например, даже если брать в качестве примера, есть в живописи направление, которое изображает природу, творение Божие, а есть совершенно искаженные образы этого. И некоторые говорят, как это красиво, когда искажаются лица человеческие, когда искажаются фигуры, когда искажаются природные какие-то явления. Искусственно, специально искажаются и пытаются назвать это культурой. На самом деле это деградация. Вот здесь, конечно же, сколько людей, сколько и мнений, но православие, оно все-таки стоит на том, что культура была в рамках творений Божьих и не уходила от того стандарта, можно так сказать, красоты и культуры, который сложил Господь и в нас, и во все творение свое. Ну и кроме того, да, красота – это второе имя Божье. – Действительно, ну, высшее, так сказать, из красот, что вообще может в этом мире быть, это сам Господь. И поэтому восхищение пред его красотой ангельских чинов, оно беспрестанно вызывает у них молитву «Свят, свят, свят, Господь Саваоф». «Испол неба и земля, славы твои я». То есть здесь уже красота приводится в высшей степени как слава божественной природы, которая уже даже не просто красива, она настолько славна, что некоторые даже смотреть на нее не могут, настолько ярко слава и красота Бога видится. Поэтому мы вот все, что доброе, все, что, так сказать, заложено Господом, оно все красиво. Везде, куда бы мы ни посмотрели, будь то цветы, будь то бабочки, или будь то там цвета неба, когда оно ясное, когда оно в тучках, везде мы видим красоты. Или морская волна, Айвазовский, например, вот он очень ярко показывал красоту волн, он маринист был и так далее. Здесь мы можем перечислять очень много всяких качеств и красот этого мира, но посмотрите на райских птичек, это же зоология, да, где мы видим просто птицы, которые настолько украшены, что даже если человеку предложить украсить, взять, нарисовать птичку, на свое усмотрение, чтобы она была очень красива, очень, так сказать, жизнеспособна, и чтобы она была еще и продолжение рода могла совершать. Поэтому здесь вот в райских птицах это настолько ярко выражено, что ни один человеческий разум, я думаю, не придумает более красивых вещей. А как появляются такие вот картинки? То есть это в нашу какая-то страстность закладывается и появляются какие-то вот не очень красивые? Ну, если говорить о искажениях красоты божественного мира, то, конечно же, это все происходит из человеческих искажений духовных, когда человек под красотой видит не, собственно, возвышенные духовные какие-то образы, а видит усложнение своих страстей. То есть вот ему нравится какая-то страстная привычка в нем есть. Вот эту привычку он будет выражать, ну, там, например, в картинах будет рисовать сигареты или какие-то там еще моменты, или бутылки, если у человека к винопитию. То есть ему это нравится. Почему? Да потому что в нем страсть живет к винопитию или к сигаретам. Ну, так же и блуд, так же и чревоугодие, так же вот каждый из страстей пытаются выражаться как бы в новых веяниях и нам выдаваться за какое-то, ну, такое откровение в культуре, да, революционное направление. На самом деле это просто выражение страстей человеческих, а совсем не красота. Какое-то есть, например, художественные фильмы. Бывают вроде неплохие даже про войну, патриотические, да, там, про любовь к родине. И обязательно там какие-то такие сцены страстные. Для чего они включаются, непонятно. Только для того, чтобы привлечь людей страстных, чтобы их зацепить, чтобы их привлечь и чтобы им это понравилось. Потому что духовные люди на это смотреть не будут, им это неприятно. Духовные люди все-таки стремятся с помощью красоты возвыситься до божественной красоты. А грешные люди, страстные люди, которые не видят цели своей жизни в том, чтобы восходить из силы в силу, из чистоты в чистоту, из красоты в красоту, они видят только дорожку в другую, так сказать, плоскость вниз. И поэтому своей деградацией они все больше и больше выражают страхи, и какие-то страсти, и какие-то ужасы. Ну, то есть, просто берем там праздник Хэллоуин. Ну, что это такое? Ну, где там красота, где там доброта, где там какие-то добрые качества души. Там просто ад, бесы и ужасы какие-то. Там нет никакой красоты. Там чем страшнее сделаешь, тем лучше. То есть, это полное коверканье праздника. Его и праздником-то не назовешь. Это просто издевательство какое-то. И так далее. Таких много очень сейчас направлений, которые… Ну, или там знаменитый черный квадрат Малевича. Но это что? В чем там красота? Просто квадратное, черное пятно квадратное. И все. Их. У кого фантазии, наверное, о чем говорит там? Ну, не знаю, о чем там может говорить фантазия. При взгляде на это, так сказать, изображение, ничего не рождается. Никакой красоты, никакое вдохновение не приходит в душу. Никакого возвышенного чувства оно не вызывает. Ну, сейчас, наверное, в основном все такое современное, да? То есть, вообще, можно посещать… Ну, абстракционизм, он сейчас почему-то модный. Можно ли вообще посещать театр? Ведь там же тоже получается такое лицедейство. Ну, конечно же, театр, театру рознь. И, если брать, допустим, оптинских старцев, то Арсенофий Оптинский говорил, что, ну, и эти части культуры, общественные культуры, они тоже могут помогать человеку избавляться от своих греховных пороков. Потому что и в театре может говориться о чем-то добром, о чем-то вечном, о каких-то положительных чертах духовной жизни. А может быть и совершенно противоположные. То есть, может воспеваться страсти, воспеваться какие-то образы, которые человека принижают, а то и… Греховные какие-то моменты. …собственно, да, и ввергают просто в какие-то уже непосредственные пороки. И, конечно же, в такой театр ходить не надо. Точно. То есть, надо очень внимательно относиться к репертуару, да? О чем там? Ну, известно, например, Достоевский, да, что он такой православный писатель. Вот если по Достоевскому что-то, то там действительно проработка идет внутренней, духовной, такой изменчивой души человеческой, да. И как это определить в себе, как это избавиться от пороков. То есть, у Достоевского это в плюс идет. А если брать сегодняшние какие-то пьесы, где просто блуд, разврат и непонятно на что… Так же и музыка, да? То есть та, которая возвышается, да, какие-то мысли и к Богу, о покаянии, наверное. Да, да, да. Конечно же, и музыка, и какие-то мелодии. Ну, не зря ведь в храмах молитвы поют, да, целый хор, который сопровождает богослужение. Почему? Ну, мы знаем, что и ангелы ведь воспевают Богу, молитвенные словословия. То есть сама музыка, сами мелодии, сами песнопения, в этом нет ничего греховного. А вот если туда что-то вложить отрицательное, то есть страсти какие-то, как святые отцы писали, козлоглаголание, то есть когда человек не естественным голосом поет, а какой-то вот из него исходит такой бесовский крик, вопль, ну, просто послушайте каких-то там, не знаю, музыкантов, которые там, ACDC, они там просто верещат, ну, как козлоглаголание есть, вот как святые отцы называли. Это грех, это, конечно же, призыв к деградации. Теперь поговорим на другую тему, да, 4 декабря будет в понедельник отмечаться праздник введения во храм Пресвятой Богородицы, да. В Евангелии мы не видим этого праздника. Откуда нам известно об этом событии? Введение во храм, оно передано нам через предание церковное, и действительно, ну, трехлетней Пресвятой Богородицы в Евангелии, естественно, ничто не написано, потому что там с другого момента начинается повествование, да, жизнеописание Богородицы и Спасителя, с его рождения, с его зачатия. Поэтому это все из истории церкви, из уст в уста было передано, и как предание до нас дошло, и мы опираемся на это предание так же, как и на священное писание. То есть мы знаем, что наша православная церковь, она опирается на два источника. Это священное писание и священное предание. И одно и другое, они взаимодополняются. Священное писание – это Евангелие? Это Евангелие и Библия, да, а священное предание – это как раз то, о чем мы сейчас говорим. И, конечно же, одно без другого оно не может существовать, потому что если вам дать просто, ну, например, какой-то учебник математики для высшей школы, да, без объяснения, без предания, скажем так, да, то есть без объяснения, что же там такое находится в этом учебнике, вы вряд ли сможете его постичь. То есть всегда к написанному прилагается объяснение. Вот так же и здесь, к священному писанию прилагается объяснение в священном предании. – Объяснения – это были тоже святыми отцами написаны, да, благопутровенно? – Ну, конечно же, мы знаем, что те, кто ходили с Пресвятой Богородицей, те, кто ее упокаивали, ну, Иоанн Богослов, да, и там Лука, апостол, то есть они все слышали от нее различные изречения по поводу того, как все происходило до рождения Спасителя, до того, как апостолы, собственно, пришли ко Спасителю. Конечно же, это все было имя, передано своим ученикам, и те уже это изложили в текстах, которые, предания, которые дошли до нас. – У нас есть звонок телезрителя, послушаем? – Послушаем. – Так, пожалуйста, говорите. – Добрый вечер, батюшка, благословите. – Добрый вечер, Бог благословит. – Хотел бы задать вопрос, является ли постным продукт, в котором содержится молочная кислота? Спасибо, Господи. – Про молочную кислоту, да. – Да, да, вопрос такой по теме, да, сейчас у нас рождественский пост идет. Ну, действительно, есть продукты, если читать содержание, то там пишут, что есть вот молочная кислота. Но сама молочная кислота, мне кажется, она настолько уже продукт совершенно очищенный, искусственный, что мы не знаем ее происхождение. Но уж точно, я думаю, та молочная кислота, которую мы используем в продуктах, я думаю, это все уже не природное, не животное происхождение имеет, а искусственное. – То есть это, в принципе, можно отнести к постным продуктам, да? – Да, конечно. – Если у вас есть вопросы, пожалуйста, звоните, задавайте их. Какое богословское содержание праздника, введение во храм Пресвятой Богородицы? – Ну, мы видим, что здесь, во-первых, историческая канва событий рассказывается, как Богородица, собственно, пришла к своему призванию. Мы видим, что здесь переход от ветхозаветной истории церкви к новозаветной. Мы помним, что в Святой Святых находился ковчег Завета, в котором лежали посох Ааронов, процветший, манна, и там скрижали Завета, Десять Западей, и прочие святыни. Но мы помним, что это все было утеряно народом израильским перед рождением Пресвятой Богородицы, и, собственно, святым ковчегом Завета уже в Святая Святых была введена Пресвятая Богородица, потому что уже не предметы, говорящие о Боге, о чуде, которые через эти предметы Господь производил в народе израильском, а уже Пресвятая Богородица была уже ковчегом, живым ковчегом, в котором уже не предметы были, а сам Господь в ней, в очреве был вмещен и родился от нее. И это, конечно же, совсем другая, как говорят, история. То есть это уже новозаветный идет этап, где Господь от предметного, так сказать, научения народоизраильского духовной жизни уже перешел к тому, чтобы он сам своим примером и своим опытом и вычеловечением и таинствами уже начал спасать народ израильский. Поэтому здесь очень глубокий смысл в том, что Пресвятая Богородица была введена именно в храм, во Святая Святых, то есть как сейчас это алтарь, куда никто не входил, кроме первосвященника, раз в году. А Матерь Божия там жила до 15 лет, она с трехлетнего возраста до 15 лет там жила. Ну, кроме этого, мы видим и историю ее родителей, которые уже длительное время не могли родить и молились, и уже в преклонном возрасте они родили дочь, потому как не могла Матерь Божия родиться, просто вот как обычные рождаются дети. То есть ее надо было вымаливать, ей надо было как чудо явиться в этот мир. Собственно, так оно и произошло уже в преклонных годах родителей. Она родилась после длительных их молитв. Как, впрочем, Иоанна Предтеча также, и у него такая же судьба, то есть также и у его родителей в преклонном возрасте они родили Иоанну Предтечу. Помним, что они родственники, да, что мама Пресвятой Богородицы, Анна была сестрой Елизаветы, мамой Иоанна Предтечу. Поэтому они родственники... То есть она была тетей. Тетей, да, для Матери Божией Елизавета была тетей. Ну, а Захария был тот самый священник, который ввел Пресвятую Богородицу в алтарь. То есть и Аким, и Анна, когда дали обет Богу, что если Господь даст им родить ребенка, они его посвятят Богу. И вот это посвящение Богу от родителей, оно завершилось тем, что они ввели маленькую девочку в алтарь с помощью их родственника Захарии. То есть они, конечно же, любые родители переживают, и чужому человеку отдать своего ребенка вряд ли бы, так сказать, можно было решиться. Но здесь Господь так устроил, что Захария был их родственником, священником. И вот ему в руки они и передали Пресвятую Богородицу на попечение. И дальше жила Богородица при храме. Да, и далее ее жизнь совершалась уже с 3 до 15 лет при храме. Она там жила, она там занималась рукоделием, чтением божественных писаний. Она там и кушала, и, собственно, какие-то послушания несла по храму. То есть она была помещена самим Господом через вот эту ситуацию с родителями из Захарии. Она была помещена в такие условия, где она бы могла не только сохранить свою чистоту, но и приумножить свои духовные призвания, духовные качества внутренние, потому что она была той девой, которая была избрана за все существование человечества на Земле в течение многих тысячелетий. И Господь единственное ее избрал, и поэтому ее как жемчужину такой сохранил, когда она жила в храме. Потому что, конечно же, мы понимаем, что от условий жительства тоже очень многое зависит. И царь Давид еще говорил, что с преподобным преподобен будешь, с грешником осудишься. То есть если человек живет в чистоте духовной, то он может больше сохранить чистоты своей внутренней и приумножить ее. Если же человек живет в нечистоте, то, конечно же, он будет терять и то, что и было у него, может утерять. До 15 лет Пресвятая Богородица при храме была? Да. Потом по законам Израильского государства всякая дева, которая становится совершеннолетняя, с 15 лет они считали, вот они уже были готовы, девушки, к совершеннолетию и к принятию брака, ей надо было исполнить закон народа Израильского, государства Израильского и стать женой, так сказать, у какого-то человека. Но так как и родители дали обет, и Матери Божьей дала обет безбрачия, то есть девственности, по любви к Богу, то Захария и там прочие священники, конечно, это был целый собор священников, с первосвященником, они решили по просьбе Богородицы ее оставить в девстве, но передать на сохранение какому-либо благочестивому мужу, старцу. Для этого был собран сон целых мужчин и вдовцов, и те, которые не имели жен, и выбор пал на Иосифа. Ему к тому времени уже было очень много лет, там под 80 лет был, он уже старец был, и ему была передана Престая Богородица, чтобы он сохранял ее обет безбрачия, но в то же время, чтобы она жила как бы в семье, потому что в этом надо было закон израильский исполнить. Что, собственно, и произошло, он взял ее к себе в дом, и они в Назарете продолжали жить уже до полного совершения тех пророчеств, которые произошли в дальнейшем. В памяти Пресвятой Богородицы Святая Церковь нам предлагает практически каждый раз отрывок о Марфе и Марии. Мы с вами уже рассматривали этот отрывок, а сегодня предлагаю рассмотреть тоже посвященный Богородице отрывок из Святого Евангелия, но который читается накануне праздника вечером. Вот, пожалуйста, это Евангелие от Луки, глава 1, стихи с 39 по 49, стих 56, пожалуйста. Послушаем Евангелие. Встав же Мариам в Аднесии, с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарин, и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее. И Елисавета исполнилась Святого Духа, и воскликнула громким голосом, и сказала, «Благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия Твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем, и блаженно уверовавшее, потому что совершится сказанное ей от Господа». «И сказала Мария, «Величит душа моя Господа, и возрадовался Дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильное, и свято имя его». Прибыла же Мария с нею около трех месяцев и возвратилась в дом свой». «Здесь мы видим, как бежит Пресвятая Богородица к Святой Елисавете. Что было до этого события?» «Мы помним канул событий, когда было явление благовестия Пресвятой Богородицы от Архангела Говорила, который возвестил ей, что ты будешь матерью Бога Вышнего, и от тебя родиться спас миру, и для того, чтобы утвердить ее в этом, также добавил, что вот как и твоя тетя Елизавета, она вот сейчас тоже беременна, хотя она и была неплодная уже много лет, и уже в неплодстве своем уже состарилась, но вот у Господа нет ничего, чтобы не могло быть, так сказать, совершено, да не совершено, то есть Господу все возможно, и поэтому от нее теперь родится Иоанн Креститель. Ну, про Иоанна Крестителя он не говорил, он сказал, что она теперь вот забеременела. И после этого Матерь Божия, услышав такой радостный весь, потому что, конечно же, она переживала за свою тетю, зная ее проблему с отсутствием детей. И о себе она такое услышала тоже. А про себя она, я думаю, это был стресс, если так по-мерзки сказать, то, конечно же, явление ангела просто, даже если бы он просто молча пришел, это уже стресс. То есть мы помним, как воины, которые стерегли гроб Господень, они попадали просто и разбежались в ужасе, окаменели кто как, да, отреагировало на явление ангела, который отвалил камень от гроба. Воины, мужчины с оружием испугались и по-разному, так сказать, ну, разбежались в страхе. А тут на наш сейчас слад 15-летняя девочка. Да, а здесь совершенно, да, еще такая юная дева, не мужчина, который еще, он все равно даже психически крепче, да, мужской пол, а девушка. Ей явился ангел, и не просто она его увидела, но он еще и с ней заговорил, и еще стал отвечать ей на вопросы. И, конечно же, уже это был стресс. А когда она еще услышала, что и Елизавета, о которой она не могла не знать, что она вот бесплодна, что и она еще, ну, конечно же, она просто вот в этом таком импульсивном состоянии, да, эмоциональном состоянии, она, конечно же, пошла сразу же ее проведать и убедиться в том, что ангел ей сказал правду. Хотя она и сказала ему, что я раба Господня, да будет мне по слову твоему. Ну, неспроста же, да, архангел указал на святую Елисавету. Нет, конечно же, Господь, зная человеческое естество, немощное, он видит, что нам всегда нужны, так сказать, опоры, да, как апостол Фома сказал, я вот должен потрогать, вот, пока не потрогаю и не поверю, что это Господь. Вот здесь Матери Божией был такой от Господа подтверждение, да, чудесное подтверждение, что вот, ну, иди посмотри, вот она теперь беременна, шесть месяцев уже как беременна, и у тебя все совершится. И срок специально, наверное, такой, чтобы уже заметно было. Ну, да, шесть месяцев это уже внешне заметно полностью, то есть там не надо УЗИ делать, да, чтобы понять, беременна или нет. Там тогда и не было никаких возможностей, то есть только таким образом можно было понять. И три месяца она жила с ней, то есть до девятого месяца она с ней жила. А дождалась она рождения Анатольевича? Ну, мы не знаем из предания и из священописания об этом ничего, скорее всего, не дождалась, ушла, потому что, ну, во-первых, и стеснительности естественной, потому что она понимала, что к ней придет множество поздравляющих, то есть она вот с ней была, со своей любимой тетей до конца, помогала ей наверняка, потому что беременности всегда сложности, да, физические, тяготы какие-то, она ей помогала, но и потом она уже сама была беременна, поэтому и она уже тоже ушла к себе в Назарет, к Иосифу Обручнику, и, наверное, тоже думал, как он воспримет это, потому что поверит ли он ей, что от Духа Святого и она носит во чреве, это было для нее тоже еще очередной, так сказать, какой-то стрессовой ситуацией, и мы помним, что в Евангелии сказано, что только после того, как в сонном видении было открыто Иосифу, что это от Духа Святого, только после этого он ее принял, так он ее хотел отпустить из дома, потому что заподозрил что-то нечистое, а на самом деле это все было чисто, то есть вот это мы видим такие перипетии событийные, которые при чтении Евангелия, они как-то ускользают, но за каждым из слов, за каждым из событий стоят переживания, стоят события, стоят многодневные какие-то размышления дома и какие-то действия, в том числе далековато от Назарета до Иерусалима, а вот это место, где жила Елизавета, она рядом с Иерусалимом, около Вифлеема находится, и сейчас это место, кстати, принадлежит русской православной церкви, женский горний Иерусалим, горненский Иерусалимский монастырь. Вы называете, да, побежала в Нагорную страну? Да, да, это горы, я там был, там просто вот действительно высокие горы с ущельями, то есть там по серпантину надо ехать, чтобы приехать, и там был дом Елизаветы. Ну, есть, наверное, какое-то аллегорическое значение, что Борис Тая Богородица в Нагорную страну побежала. Ну, когда человек начинает вот размышлять о своих каких-то проблемах, ну, по-разному начинает реагировать, да, кто-то опускается вниз, в уныние, все плохо, ничего не получится, я и боюсь все бросить, да, вот, ну, как слабые существа. А тот, кто сильный духом, он поднимается вверх, то есть он видит проблему, и он свои глаза, внутренние очи духовные поднимает в горнее, да, к Господу, да, чтобы там найти укрепление и твердость в решении этой проблемы и в вере и уповании на Бога принять ту или иную ситуацию и решить ее как Богу угодно, не как человеку. И это здесь тоже, конечно, есть такая аллегория, что она в горнее пошла, да, вот, к Елизавете. Не вниз, как некоторые мы скатываемся сразу в уныние. Я думаю, такой смысл. В Ветхозаветной истории было много таких случаев, да, несколько, там, Исара, Ревека, Иерахиль, которые в преклонном возрасте имели ребенка, да, почему вот сейчас понадобилось такое вот новое чудо? Здесь каждый раз Господь показывает, что нечеловеческое естество вот производит таких детей, такие чудеса, а только сила божественная. В немощи вашей сила моя совершается, Господь говорит. И в немощи там Сара, которая уже не могла ничего родить, и она даже засмеялась, когда Троиц явилась, да, Аврааму и сказал, вот родится в следующий год родится ребенок, да, она захихикала даже, потому что уже старый был и он, старая и была она. Но Господь показал, что действительно и в старом, немощном естестве человеческом сила Божия может совершить все. Также и здесь Елисавета уже была в старом возрасте, и здесь тоже Господь показывает, что это не ваша заслуга, а дар Божий. Так и Аким и Анна тоже в старом возрасте, уже в преклонном, они также родили Богородицу, и здесь также Господь показывает, что это не заслуга человеческая, а действие силы Божьей промыслительное во спасение рода человеческого. Чтобы никто не гордился. Ну и кроме нас наоборот укрепляет, вот когда мы слышим что-то там, что-то было когда-то, да, мы не особо верим, когда с нами это вот случается. Если да, по человеческой, так сказать, немощи, то конечно же, ну там... Было и было. Да, там 500 лет назад что-то было, что там было, поди докажи. А вот это когда вот сейчас я это вижу, все вот оно вот здесь прям у соседей, ну это конечно, это уже доказательство. То есть это также Господь, Он в течение всего существования рода человеческого, Он всегда посылает какие-то чудеса для укрепления, для того, чтобы люди не забывали о Боге и уже, ну так мы устроены, что уже не только на Слово Божие, но и на чудеса Божественные тоже опирались. Сейчас то же самое, когда человек молится и получает просимое, он укрепляется в вере. Какими словами приветствовал Богородица для Совету? Мы вообще в Евангелии слов Пресвятой Богородицы мы, наверное, больше и не встретим. То есть мы помним, как она пришла ко Господу и там передали Господу, что вот там Матерь Твоя стоит и ждет тебя. Но слов от нее мы не слышим. Ну да, единственные слова, которые она говорила в Кане Галилейской, что Он сказал вам, то и делайте. Для нас такой был заповедь. что Он скажет. Да, вот, наверное, и вот это, и все. То есть настолько скромной Матери Божией была, что ее, с ее заслугами, да, мы практически о ней мало чего и знаем. И здесь она тоже, можно это повторить, прочитать, что она сказала. Сказала Мария Величь, душа моя Господа, и возрадовался Дух мой. А вначале вот она приветствовала. Ну, наверное, можно, наверное, здесь не указано, но можно, наверное, нам предположить, что, да, что раз и сам младенец потом изыграл, да, и он предтечивает. Ну, это отдельный интересный момент. Полный святой дух. Да, отдельный момент, когда, ну, представьте, вот, мама, когда носит ребенка, она, конечно же, чувствует, как младенец себя уже, ну, так сказать, в достаточно позднем сроке ведет себя в утробе. И там кто-то говорит, вот толкается, вот там еще что-то там как-то играет там. Вот здесь Иоанн Претечи был совершенно ровно, спокойно и вел себя до момента, пока не услышал голос Пресвятой Богородицы. И почему это произошло? Святые отцы, святитель Феофилак, например, они говорят, что это воздействие Духа Святого. Именно тогда исполнилась и Елисавета, и Иоанн Претечи в утробе еще принял Духа Святого, которым он пророчествовал, которым он возвещал пришествие Спасителя. То есть устами, получается, Елисаветы, да? Фактически, да. Иоанн Претечи через уста своей матери, будучи в утробе, уже проповедовал пришествие Господа, да? Потому что Елизавета, она же, ну, посмотрите, что она говорит. Это же откуда мне то, что ко мне Матери Господа пришла? То есть удивление такое. Как это? Причем Богородица-то еще была на раннем сроке, то есть ее не видно было, что она беременна или нет. Откуда она это узнала? И Богородица ей же не сказала, что я тоже беременна. Нет. То есть это было прозорливое, такое пророческое слово, сказанное, как Святой Отцей трактует Иоанном Претечи из утробы, устами Елизаветы, из утробы сказанное. Уже тогда Иоанн Претечи проповедовал Господа. Удивительно. И здесь мы можем вспомнить, например, как преподобный Сергий Радонежский тоже от утробы матери освященный, как он пел, будучи в утробе матери, когда она стояла на службе. На литрагитре слышали, как ребенок во чреве поет хвалу Богу. Это же таких чудес, наверное, мы единицы буквально. А здесь просто явное чудо, которое мы читаем в Евангелии. Если не проскакивать, это просто, так сказать, как по тексту мы обычно бежим, а вдумываться, то мы понимаем, что все эти слова и Елизаветы, и Богородицы, они все удивительным образом вращаются вокруг одного. Вот совершилось то, что человечество ждало 5000 лет пришествия Спасителя, Мессии, и что это теперь вот совершается на наших глазах, говорят они. Ну, вернее, к словам, да, здесь не указано приветствовать, но, наверное, можно, наверное, предположить, да, что когда пришла Богородица, она, наверное, словами Господа, ведь Господь как приветствовал мир вам, и когда воскрес апостол, наверное, и здесь, получается, когда и Святого Духа они как раз потом наполнились. Вполне возможно, что и эти слова Матери Божией произнесла, но мы это можем только предположить, то есть это мы не можем утверждать, что это именно так было, хотя, конечно же, если, ну, брать такую же аналогию, что если в Елизавете уста вкладывал Иоанн Притечи, то в уста Престой Богородицы вкладывал Господь будущего троста. Потом вот эта удивительная песня, которая поется практически каждый день, да? Да, каждый день на утренние этого словословия воспевается в память об этом происшедшем чуде. Конечно же, это тоже, я думаю, Господь вложил в уста Престой Богородицы, и она это просто, ну, неосознанно даже проговорила, потому что мы часто бывает так, что мы говорим что-то, а потом запоминаем и прокручиваем себе и думаем, откуда же это у нас такое, откуда я мог сказать-то такое. Это действительно, и с людьми происходят такие же вещи, ну, как пророки пророчествовали. Не они же сами это вычислили, что будет через тысячу лет, как и Богослов, например, Апокалипсис. Нет, это Господь ему вложил вот эти образы, эти слова, эти мысли, а он их просто изложил на бумаге. И это так же Господь через него говорил Духом Святым. Так же и здесь представим Городица, Духом Святым это все сказало. То есть это такая у нее получалась песня «Благодарение Господу», да? Что там вот она? Восхваление, благодарение и смирение. То есть та фраза, с которой началось «Благовествование сиропа Господня будет мне по слову твоему». Так же и здесь мы видим, что Матерь Божья она не приписывает себе это, но говорит, что «отныне ублажат меня все роды», она как констатацию факта это говорит. И говорит, что на смирение рабы своей призрел Господь и даровал вот такое удивительное чудо. Конечно же, мы видим в этом и любовь к Богу, и смирение Матери Божией и, конечно же, то удивление и красоту происходящего, которое в этих словах видится. Вот еще слова Святой Елисавета, да? «Блаженно уверовавшая, потому что совершится сказано ей от Господа». Но если бы не было веры у Пресвятой Богородицы, то она бы не дала бы обета безбрачия на всю свою жизнь. Если бы не было веры у родителей ее, то они не отдали бы ее в три годика для жизни в храме. Если бы не было веры у Пресвятой Богородицы, она бы от Архангела говорила, просто убежала бы и не стала слушать, бы сказала, «Я не знаю, что это, кто ты вообще и что ты мне хочешь сказать». То есть мы видим, что без веры вот это невозможно было бы совершиться никак. И поэтому вера является тем фундаментом, на котором Господь может построить чудо. Мы читаем, что в Назарете Господь не мог совершить чудес, потому что не веровали в Него, и Он удивлялся этому неверию. Он едва там несколько чудес малых произвел. А вот там, где в Него веровали, Он и воскрешал, Он и исцелял, Он и ходил по водам, и чего-то огромное количество чудес производил. Но для этого нужна вера. Если вера есть в человеке, Господь может тогда сотворять чудеса. Если же вера бы не была у Пресвятой Богородицы и Елизаветы, не родила бы Иоанна Претеча и Елизавета, а Богородица не родила бы Господа. Вообще вот этот удивительный пророческий диалог происходит. С нашей человеческой точки зрения нам трудно наверное понять, потому что мы-то привыкли если встретимся о ком-нибудь, о чём-нибудь говорим, а здесь такое восхваление Господа. Наверное, есть такая параллель, когда апостолы собрались в День Пятидесятницы, на них сошёл Святой Дух, они тоже так же начали, все думали, что они даже пьяные. То есть какая-то есть такая... Действительно, первосвященники так говорят, да и что на них слушать, что их на них смотреть, они просто напились и пьяные. Но мы же читаем и знаем из преданий, что апостолы ведь не просто говорили, радовались и просто восхваляли Господа. Под действием благодати Духа Святого действительно душа их как бы была опьянена вот этой благодатью, но разум-то у них совершенно ясный был. От алкоголя разум замутняется, здесь совершенно ясный разум был. Кроме того, у них появились такие возможности, как говорить на других языках. И те люди, которые вокруг них стояли из других совершенно государств приехавших, они говорят, ну действительно, они говорят на нашем языке. Откуда они его знают? Откуда рыбаки не очень, нигде не учившиеся, никуда не выезжавшие до этого, откуда они узнали, такое количество языков различных племен и народов. И это доказывает, что это действительно реальные чудеса происходили с ними. Поэтому, конечно же, благодать Божия, она оказывает неизгладимое и необъяснимое воздействие на душу человека. Мы читаем у святых отцов о мучениках, как они переносили вот эти страшные мучения за веру. Действительство человеческое не может выдержать таких мук и страданий. А читаем в их житиях, что некоторые воскресали, говорят, мучите нас больше, потому что нам, чем больше вы нас мучите, тем нам благодатнее, тем нам радостнее на душе. Потому что в этот момент они были опьяняемы благодатью Духа Святого настолько, что они уже не чувствовали страданий. Они были мирны и радостны в этих страданиях, и это было поразительно в глазах их мучителей, что приводило самих мучителей потом к вере, то есть они становились христианами в виде вот такое удивительное чудо. В мучениях иметь покой и радость, как это? Без силы Божьей это объяснить невозможно. Осталось у нас не очень много времени, три минуты. Хотелось бы вернуться и к началу нашей передаче, когда мы говорили про культуру, про храмы, про театр, про музей. А здесь Богородица пребывала в храме всегда. Действительно, мы понимаем, что есть даже расхожие такие фразы, что есть храм науки, храм искусства, есть храм Божий. И человеческий любит иконостас из медалей, например. Да, иконостас медальный или грамоты какие-то, иконостас наклеивать свои какие-то. То есть мы понимаем, что каждый человек по мере своего понимания, веры и устроения духовного, он все-таки хочет создать что-то сакральное в своей жизни и найти это, чтобы опереться на это. Поэтому кто-то на науку опирается, кто-то на культуру опирается, искусство или музыку, или поэзию. Но прежде всего, конечно, надо опираться на Бога, потому что Он источник всех благ, всех красот и всех благородных и культурных движений души человеческой жизни, человеческой. Поэтому если вы хотите стать высококультурными людьми, вы не можете не быть неверующим. То есть вам обязательно надо стать верующим, потому что все высококультурные люди, по крайней мере, в нашей стране, в российской, в Святой Руси, они были верующими. Это единственный путь к истинной духовной культуре, которая вечно и которая приводит к Богу, а не каким-то человеческим увеселением. Да, и мы на примере Пресвятой Богородицы видим, кем она стала. Да, то есть кто в храме науки, он будет ученый, а Богородица в храме Божьем жила и стала Богородицей. То есть мы из этого заключаем мысль, что каждый должен понимать, что стремиться надо все-таки к высшему призванию, а не к тому, что в зоне доступности. Да, наша передача завершается. Благодарю вас, отец имени, что вы к нам приехали. Приезжайте еще. Спасибо, Господи, до свидания. На сегодня все. До свидания.